всем привет с вами андрей нас рыцари бумаги и пера собственно третья часть давайте заберем ежедневные награды 27 гемов она повторяется поэтому в принципе особо ничего нового у нас ежедневных бонусах нет мы уже такую такие бонусы видели давайте посмотрим что у нас прежденным заданием у нас собственно накопить 500 поинтов нет благословения четыре штуки скорее всего за рекламу ее замыть опыт на капец и убить клериком и 5 монстров то убить сложно в общем в этой выпуске я хотел бы давайте сразу днем наград заберем с гильдии ну из магазина у нас тут склянка магазин у вас пустой судя по всему не обновился еще они склянки можем тоже забрать кстати я в данный момент на теку и на версии 1 3 4 нахожусь и у нас разработчик добавил склянком то есть банком так называемым по уши нам и свитком снятия тикающих дебафов то есть я щас вам покажу например у меня есть склянка вот например четвертая энергия для всего party она снимает яд как я понял энергии у нас снимает яд крова собственно хилка вот например хилка она снимает кровоток все остальное как я понимаю не снимается от слова совсем то есть например тот же рот и на тот же те же тоже сеть то тоже ржавчина то есть она не снимается на самом деле сделано удобно но самое полезное это авокадо как бы смешно не звучало но она ведь самое полезное что она снимает и кровоток и авокадо а в принципе больше особо ничего не поменялось также по достижениям собственно хотелось бы сегодня поп вот я сегодня буду бить скелетов вот под чтобы закрыть достижением скелета у нас обитают в основном на кладбище поэтому вместе с вами пойдем на кладбище также в идеале закрыть вот этого достижения посмотреть что это за желтая хреновина для этого достижения мы должны проиграть по инициативе все полностью я тут заметил одну вещь я когда качал на новой версии 133 и когда качал получается мага его способности способности больше не сбрасываются когда они сидят в гильдии на самом деле это очень удобно так в теории можно и другие другую party прокачать сейчас я вам покажу как вы помните я прокачал мага ему 2 2 уровень способности и она сохранилась на самом деле это очень удобно получается теперь способности не сбрасываются что на самом деле очень удобно и а то вправо когда они сбрасывались было очень обидно ты оставляешь его гильдии способности просто сбрасываются новой профессии как пишут нам не добавили у нас где закрытые способности профессии собственно давайте в этом выпуске по объемом скелетов мы в данный момент находимся на кладбище давайте по объем скелетов о как видите мы тут уже что такую награду получили на самом деле и общение печатали не до конца понимая как тут награды распределяются еще если я сейчас книжку потыкают у меня и книжку засчитают да прикольно было бы у меня вот есть книжка не знаю засчитают мини засчитают тыканье книжки давайте посмотрим на опыт имеется ввиду которая нет нам не читали книжку но нам видите нам нужно ее залучить 1000 поинтов и получить опыт непонятно что за опыт или восстановить опыт книжку мы не засчитали на самом деле не до конца понятно как работают способности давайте лишнее выложим вот например гранатку выложим на собственно развеять этот кинжальчик серого цвета для нас у меня актуален качество моих можно и смотреть деньги тут по сути мусора не единственная дорогу тратится кстати по поводу версии 134 разработчики добавили возможность и ходить за рекламу то есть раньше было раньше выходили чисто за золото теперь вы ходите еще из рекламу как вы видите на счет рекламы присутствует рядом с золотом без пола тысячи и теперь разработчики когда вы двигаетесь например вот например грубо говоря сюда я пойду затопленный город вот я вот тут мы можете остановиться видите да то есть я остановился и не иду дальше на самом деле сделано очень удобно единственное что и у врагов которых мы будем видеть у них пишут резисты вот прям нам нужны скелеты вот собственно один скелет давайте его собственно лишь ошлёпнем нам много мулов не надо хотя этому скретом не засчитают хотя кто его знает можно засчитает но опять же надо ну да давайте тогда вот так вот возьмем посмотрим за одну засчитают ли нам двух скелетов сейчас я вам покажу а разработчик починил собственно показывание монстров у нас теперь они постоянно показываются на самом деле за это моё огромное спасибо потому что ну откровенно просто неудобно было теперь пишут какие иммунитеты у ваших врагов то есть например смотрите у скелета и у него щит и блит иммунитет и раты иммунитет собственно так называемый кровоток и так называемое понижение хп его иммунитет а вот этого призрака которые гунши это на самом деле там вообще такое набор у него иммунитетов что просто трындец давайте срежем вот этого скелета мы два скелета срезали кстати говоря по поводу скелетов в принципе можно даже отступать как это работает то есть вы нам дали кровоток но это скорее всего возвратка идет вот блин хочу хотел сказать хотел сказать и забыл ладно как вспомним потом скажу наша задача просто убить этого ну что произошло что вы понимали вот этот стрелок под номером 6 стрелял по шаману у шамана сработало зеркало которое у него за счет способностей присутствует кстати я вам не рассказал какую-то у меня персонажи но сейчас я после боя расскажу забрали после эти посмотрим сколько нам скелетов посчитали 44 но в принципе пойдет вот собственно по персонажам то у нас чтобы имели представление вкратце хотя бы у меня вар рыбак человек рыбак это у нас враги имея десятипроцентный шанс атаковать именно его то похожая способность у паладина у моего он тоже человек профессор только у него пятнадцатипроцентный шанс у шамана у меня констеболь стоит человек констеболь это понижение инициативы рандомного врагу в начале боя уроки стоит эльф и собственно кузнец с этим место эльфа эльфа надо снять будет для того чтобы больше силы было чтобы рога сильнее бил я просто ищу как можно чтобы больше урона был уроки пока ну а собственно клерик у меня доктор человек доктор это плюс два спас броска а уроки собственно это кузнец это просто ускорение крафта ну то есть ваши предметы быстрее качаются одно из последних нововведений разработчика то что теперь перки можно качать за собственно кристаллы причем они все качают за кристаллы либо за книги если вы их найдете но книги а теперь не добыть библиотекой теперь их нужно рандомно выбивать кстати говоря по поводу данжа давайте прокачаем вместе с вами кузнеца для того чтобы получать больше в темном подземелье с предметов собственно давайте еще раз прокачаем 140 еще раз прокачаем вот 300 нам уже как видите не хватает но на самом деле мы скорее всего в теории даже мы сможем прокачать если нам еще гемов подбросит гемы как получаются в данной версии в 1 3 4 они получаются за первое прохождение какого-то конкретного этажа самая-самая первая то есть например у меня 0 процентов из вас есть я пройду 20 этаж и в конце в сундуке мне дадут гемы их количество будет расти с каждым новым этажом также гемы можно получить за ежедневные задания которые я собственно смотрел так не до конца непонятно собственно не за убить клериком но кстати я заметил одну вещь что урона срезали у блесс то есть я сейчас переведу что вы имели представление у клерика есть способность которая называется собственно но нанесение урона то есть он наносит урон и еще процентное соотношение урона к слабости так называемые вот и она очень-очень сильно порезана причем урон вроде большой должен быть но он такой копеечный просто вы не представляете вроде навык прокачан а урон такой копеечный что просто капец что его использовать вообще не рационально даже давайте посмотрим сколько нам скелет на нашу шесть скелетов давайте поищем шесть скелетов я вообще рекомендую отступать вот собственно у нас есть два скелета давайте их убьем мы будем бить часы и тут собственно мухоловку для того чтобы скелеты сами по возможности упали на скелета действует яд давайте добьем это чудо нам засчитали плюс два скорее всего нам напишут когда мы пробьем всех скелетов этом особо заморачиваться не стоит тут видите тут не скелетов поэтому обновляем список тут тоже нет скелетов вот тут тут очень много скелетов если быть точным четыре штуки кстати давайте посмотрим засчитают ли нам четыре штуки или нет или нужны конкретно скелета у нас собственно 46 то есть много идеи должны закрыть задание если мы тут надо в первую очередь шлепать мага который в шапочке потому что его тяжелее всего будет убить и он будет всех лечить выйти у него линия жизни какая-то которая он не хочет никак умирать видите это такая нехороший человек что он просто видите он постоянно лечится но на него не срабатывает молот паладина все остальное на него его просто лечит ну что-то скастовал на своих ребят а точнее каскать он должен был скастовать на нас но у шамана сработало зеркало поэтому он скастовал на своих зеркало это три собственно да нам засчитали скелетов отлично со скелетами сейчас он проблем не будет давайте заберем награду знам скелетов считаю всех типов нам собственно дали в сферу восхождения давайте заберем надо ее и нам нужно еще 100 скелетов убить а на самом деле это будет недолго просто нам нужно будет периодически сферу уберем для того чтобы она не отсвечивала это будет недолго учитывая то что скелеты всех считаются тут они видите один скелет давайте ну тут опять же 2 мухоловки давайте обновим вот тут уже два скелета давайте побольше возьмем будем конечно бить по мышеловки для того чтобы она сплэш урон нанесла уроки сплэш урон висит за счет сейчас я покажу за счет собственно вот это вот перка это получается сфера высасывания жизни сфера огня они вместе читаются и у нас получается при убийстве цели есть 90 процентный 90 процентов дамага распределяется вашим врагам второе у него стоит шакрам это просто дамаг усиление и высасывание жизни вот из-за из-за этого он наносит дамаг и потом 90 процентов дамага на самом деле почему-то как-то считается странно но факт с фактом забираем собственно скелетов нам нужно именно скелета на сегодня на выпуске скелетов забираем летучую мышь и скелет как видите один упал 2 остался ведь я критический урон если проходит то скелет и все падают сразу же у них 2000 хп они в принципе не особо тяжелая игры самый тяжелый маг вот этот вот который вот этот под 57 вот этот вот макс скелетный он очень тяжелый в этом вопросе тут бы в идеале забрать их но опять же 22 в принципе давайте попробуем тут два скелета надо считают поэтому можно в принципе сначала летучую мышь убили то что она не отсвечивала скелет упал как вы видите да тут что прикольно сделала теперь подсвечивается то что вы выбили помимо врагов которые вы нажимаете вам под подсвечивают то что вы выбили из них вот например вот эти свитки они снимают сеть на самом деле сеть полезно иногда снимать но не всегда шаман бьет скелета и он он на него яд не положил паладин забивает скелета и ударит по мышеловке поэтому кстати арбу выбили на самом деле арба это крайне редкий дроп я честно говоря даже вижу его первый раз фаер арба я вот сколько играю я первый раз вижу чтобы выпал именно арба арбу нам сразу убирать тем более огненный арба что вы понимали это самая редкая арба в плане выпадения потому что сейчас вам покажу свой инвентарь у меня все арбы присутствуют большом объеме а вот именно фаер арбы у меня очень-очень мало посмотрите у меня три фаера арбы а из арба 10 штук и собственно арба высасывания жизни 13 штук то есть видите да что арб орб так называемых у меня очень-очень мало так называемые анисферы скорее всего называются но буду называть их арбе продолжение бить скелетов вот собственно тут два скелета наша задача выбить максимальное количество чтобы забрать во-первых гемы а за скелетов ну и опыт для party тут три скелета аж офигеть вот они как раз все трое стоят в теории мы сейчас всех с одного удара должны убить но это опять же топ теории до всех одного удара убили все таки эксплозия взрыв очень-очень балансная штука она очень сильно и очень быстро всех тушит тут один скелет нам он не актуален ты тоже один скелет давайте побольше тут два скелета но тут мага как вы понимаете очень долго бить поэтому мага мы пропускаем как видите тут три скелета но они только на максимальном этом будут поэтому давайте пропустим пока вот тут два скелета на в принципе хватит их а скелеты считаются все типы поэтому можно бить все типы единственное если вы увеличиваете сложность боя больше противников этом бою будет один скелет выжил давайте его тоже заберем нам выдали какой-то свиточек выбили собственно скелетов уметь и нам гора что нужно выбить у граф за свиток ментального удара который игнорирует там броню на самом деле ментальный удар это способность у меня тут одного из персонажей про я уже открыл вот она есть не ошибаюсь сейчас я покажу да вот она ментальный страйк она игнорирует броню но опять же надо качать а по свиткам непонятно сколько они дают имеется ввиду урона какой из сила прокачки прокачали собственно могут у меня в основном синяя фиолетовая экипировка у всех персонажей зеленый уже бы давно отказались как и от серой больше большую часть экипировки я получился квестов собственно тут вот три у нас скелета давайте заберем в первую очередь конечно будем забирать летучую мышь как вы видите они выжили попытаемся настакать на него яд вам скорее всего это не получится но все таки слабость им давать бесполезно дадим а масса гор на всю эту компашку и попробуем молоточком их побить минус один минус два собственно остался один скелет на один проклятый он на нас кинулку это хреновина давайте посмотрим что она делает уменьшает силу удара в два раза и все скиллы потребляют двойную энергию сила нивелирует этот урон ну как вы понимаете мы не можем его убить потому что у него иммунитет но у него какая-то линия жизни которая не дает ему сдохнуть на самом деле это смешной скелета у нас самый проблемный из этой компании у него что-то с типа абсорба висит из-за этого мы очень долго бомбить но паладину все равно поэтому паладин должен добить самое плохое что здесь сделано это то что тикающий яд не может убить моба самом начале тикающий яд все тикающие доты они теперь ходят после хода противника на самом деле это ужасно сделано потому что на самом деле они должны сначала протекать а потом уже только ходить потому что по-другому элементарно нечестно сделано обновляем обновляем чтобы найти большее количество скелетов как минимум две штуки желательно не самых ордовых нам как вы видите не особо везет вот тут три скелета даже 45 собственно мы можем эту компашку забрать сейчас первую будем забирать летучую мышь то что она ходит под номером 2 и летучая мышки да это очень сильный кровоток кстати этот скелет еще гнида такая она абсорбит урон это судя по всему абсорб урона идет и из-за этого ведь он еще и постоянно лечится паладин скорее всего не заберет давайте посмотрим да он не заберет потому что центральный слишком жирный поэтому давай даем гард тут два крайних номер 6 номер 8 они по хп слабый паладин их пробьет но они не рядом стоят из-за этого паладин их не пробьет чтобы убить то есть он убьет одного скелет на себя кастует щит а этот щит при ударе по себе дает им личинку не личинку а как же называется пьявка в русском переводе как убить это скелет вылечился под номером 9 ими виду он ведь он постоянно лечится не знаю что это за такое лечение читерное но его из-за этого очень очень тяжело бить обратите внимание мы его не убили охренеть как ты выжил то но опять же это абсорб то есть вот это скелет и скорее всего что-то ли наподобие линии жизни он постоянно лечится но в любом случае он нихрена не сделает скажем честно потому что если мы его тупо толпой будем запины вать он нихрена не сделает дадим ему стан если он сработает стан сработал посмотрим скелет опять же видите этому плевать вот я сейчас вам покажу скорее всего насколько скажем так а наверное не покажу слабость очень слабо вот я настакал например 35 слабости да вот этому скелету плевать на 35 слабости вот смотрите я буду пытаться убить вот у него 35 слабости мы еще 17 сверху накинем то есть он по идее с 200 хп он должен сдуться смотрите у него удар как минимум 500 но мы сейчас увидим вместе с вами что он просто не сдохнет хотя видите удар 4000 было скелета выжил вот договорю бессмертное чудо с такими очень тяжело заражаться это что-то похожее на реинкарнацию судя по всему у него присутствует поэтому мы очень долго его и бьем у нас 44 уровня персонажа нам не засчитали ни один из квестов нам в принципе надо убить клериком чтобы забрать еще пять гемов давайте поищем еще скелетов тут два скелета но тут 2 конечно ужасный поэтому мы его пропускаем тут тоже 2 ужасный шикарный расклад объем двух скелетов главное не дать им похорить чтобы они на себя еще щит кинули на щит это просто дополнительные защиты его собственно минус доски давайте посмотрим сколько у нас уже общее количество скелетов нам скорее всего штук 100 победить у нас сейчас должно быть меньше у нас и а у нас 150 надо двигать у нас 72 то есть нам еще 70 скелетов убить он шикарно три скелета сразу в первую очередь конечно же вырезаем номер два у нас конечно не особо дамажа щи апатий но все равно нам должно в принципе хватить волна чтобы убить это патия даем масса гор и паладин по идее может добить до паладин может добить но он всех добивает скелеты скелеты вот собственно скелеты как видите критические удары если работает то скелет сразу падает если он не работает нам приходится скелет добивать как быстро прокачать любого персонажа вы должны отправить его на максимально сложный бой с максимально сильным напарником например с тем же рогой отправить не знаю того же того же клей ли какого-нибудь вдвоем на какой-нибудь против пяти грубо говоря драться не они очень быстро обратить внимание 4 скелета даже за респа у него что шикарно мы объем номер 9 что он самый толстый этой компании все погибли кроме одного я рекомендую иметь в наличии все доты доты это тикающий эффект наподобие яда кровотечения сети либо собственно так называемые ржавчины собственно они все получаются из магазина то есть вы берете ищите в магазине их вот здесь вот атака сном но мне она есть поэтому для на меня атака сном не актуально но они конечно много стоят но они того стоят если был текущий эффект я рекомендую их брать потому что например тот же рога очень у кого будет иммунитет он его скорее всего срежет но опять же но и из-за того что у него иммунитет он его сделать ни хрена не сможет по моему по уровню экипировки какой максимальный уровень собственно 10 уровень экипировки это серые зеленые 15 синие 20 25 фиолетовый и оранжевый на котором я еще ни разу не было 30 уровень экипировки после можно делать перерождение с помощью сферы я вам и показывал уже вот вот она можно делать перерождение экипировки но опять же на самую слабую экипировку не стоит использовать эту сферу чисто так попробовать но опять же этих сфер не так много поэтому чтобы разбрасываться и ищем скелетов а вот можно было блин ну ладно я если они нашел персонажи которые но опять этого отражателя убивать очень долго давайте трех скелетов в идеале конечно вот этого номер семь убить но и как вы понимаете мы закрепим себя убивать видите он не знаю как это чудо постоянно воскресает поэтому но он погиб спас со второго удара все таки добивание сделала свое дело второго ударом погиб добили стреляющего осталось два скелета они кастуют в первый ход на себя щит а щит это при ударе по щиту и будет пиявка но если вы конечно не ваншот идти их но все равно видите пиявка всего кастуются ну опять же там будет все равно потому что они погибли собственно два скелета давайте заберем наш максимум два три скелета в бою и бои проходят буквально там пару минут вы в первый же ход то грубо говоря срезаете всех приспешников скелетов потом уже из самих скелетов собственно тут конечно бы хотелось вот этого срезать давайте так она сделаем на нашу паладин пораньше ходил паладин вроде ходит его принципе можно еще и ускорить для того чтобы он побыстрее всех срезал это видите мы не можем этого убить сейчас паладин сдаем масса гор паладин бьет этого скелета лечилку эти сейчас будка ставить на себя щит поэтому от первых он для нас безопасен и мы просто вторым ходом срезаем эту компанию абсорбится он не сможет потому что если пройдет критический удар урона будет достаточно скорее всего этого скелета который маг у него висит воскрешение из-за этого мы его за один ход не можем добить то есть при получении критического урона он лечится на какую-то часть здоровья на самом деле это хорошая способность жалко что она и у нашего лича такой способности нету такая способность есть он гладиатора поэтому в плане танкования гладиатор конечно впечатляет на собственно бьем молотом давайте посмотрим количество скелетов но мы можем собственно у нас обновилась это вот собственно обратить внимание я этот кровоток появился продажи но опять же он у нас а и он здесь вы же внимание только в роток сейчас берем кровоток нужен обязательно потому что будут бои которые с помощью яда не выиграть а нам а я накидаем на него кровоток и они с помощью кровотока это собственно контроль вашего врага не про не тестировал правда но если я правильно понимаю описание то она просто его забирает грубо говоря но под свой контроль пока он не сможет из него выйти очень очень быстро в принципе должно быть сколько скелетов по так и не посмотрели как вариант отдать у нас 90 скелет хуже отдать кровоток шаману для того чтобы он настакивал кровоток вместо яда давайте поменяем местами у нас собственно есть яд есть кровоток у нас также есть сон есть так называемая ржавчина ротэм обратить внимание у нас деньги заканчиваются психоничку но опять же мы купили за 100 тысяч за поэтому ничего удивительного я думаю мы сейчас после этого боя закончим со скелетами и говорится первая часть скелетов пройдены и будем добирать уже вторую часть скелетов на другом видео ну ладно всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока